Это люди, которые истребляли страну, они уничтожали государство. Почему никто цифры не называет? Ты говоришь, истребляли страну. Слушайте, мы говорим о человеческих жизнях. 92-й год, 93-й. Кто же скажет конкретные цифры? Что нам вот эти реформы обошлись? В медицинских свидетельствах о смерти люди нигде не писали смерть в результате реформы. Ну, шкачок довольно большой. На 117 тысяч шкачок. Это сразу скачком в первые же месяцы 92-го года. Люди просто не выдерживали реформы. И пошел рост смертности в стране 92-й, 93-й, 94-й годы. Вот за эти три года рост смертности суммарный, по сравнению с 91-м годом, составил около 1 миллиона 100 тысяч человек. За три года? Да. Это оценка такого видного советского демографа Владимира Борисова, ныне, к сожалению, уже покойного. Согласно его оценке, то есть в абсолютном числе смертность за счет реформ возросла примерно на 850 тысяч человек. А всего за 92-й, 94-й? Всего на 1 миллион 100 тысяч из них за счет кайдаровских реформ примерно на 850 тысяч. Но все-таки твоя оценка, сколько всего людей погибло в результате реформ 90-й? Минимально миллиона полтора. А максимально, включая неродившихся, 3 миллиона. Если 3 миллиона, то они уже достигли количества жертв в Камбодже. Полпот. Полпот, проклятое имя всей планеты. Ну да, там по наиболее таким, считается обоснованным оценкам, порядка трех миллионов было погибло. Гайдар, Чубайс, вот они рядышком. Да. Объясни, если полпот, еще раз, проклятое имя. Одно дело, когда людей убивают насильственно в виде государственного насилия. А когда они нищетой убивают? А когда они умирают от нищеты, от голода, от стресса, это все-таки косвенная вина. 37-й и 38-й год, расстрелы самые ужасные. Да, за эти два года было расстреляно порядка 700 тысяч. А за три года, 92-й, 94-й, еще раз. 850 тысяч. То есть больше, чем расстрелянных 37-й, 38-й. Да. Это не приговор Гайдару Чубайсу? 36-й и 37-й год, это либеральный ученый Борис Соколов говорит, меньше было расстреляно людей 37-й, 38-й, чем погибли люди 92-й, 93-й, 94-й. Я не стал бы спорить с его цифрами. Во-первых, он действительно очень авторитетный специалист, а во-вторых, мы же видели, что происходило. Но это приговор. Вот эти цифры, еще раз, в 37-м, в 38-м расстрелы погибли меньше, чем 92-й, 93-й, 94-й. Она 200 тысяч больше у Гайдара Чубайсу. Причем, называя такого рода цифры, мы говорим о прямых потерях. Без неродившихся, конечно. Да, просто неродившиеся, это часть, которую надо добавить к этим цифрам. А если идти дальше по этим цепочкам, а каковы были страшные моральные потери, которые привели к несозданию семей, к выезду из страны сотен тысяч людей, которые покинули страну? Но есть еще одна, очень важная, с позволения сказать, деталь. Кто в послевоенной истории 20-го века, кто первый по крови? Первый, Сталин. На его совести больше всего погубленных людей. Это и 48-й, и 49-й повторная волна, да и немногое другое. На втором месте, предполагаю я, журналист Караул Гитлер. А на третьем, неужели по количеству жертв, неужели на третьем месте Ельцин? Ельцин, который опередил Пол Пота, проклятое всей планетой имя. Пол Пот в Камбодже, этот диктатор, недалекий человек на самом деле, погубил, расстрелял, замучил. Чуть более трех миллионов человек. Пол Пот, проклятое имя всей планеты. И неужели Ельцин по крови опередил Пол Пота и американцев в Вьетнаме? Это мой вопрос. Это всего лишь вопрос. Но этот вопрос, как мне представляется, имеет право звучать именно так, как мы, журналисты, его сегодня ставим. Момент истины сейчас даст ответ в том числе и на этот вопрос. Чубайс святой рынок нам построил. Какой ценой, какой кровью? Рынок в нашей стране не был построен и, к сожалению, не построен до сих пор. Я не понимаю, как, может быть, это не цинично прозвучит. Надо ли здесь говорить об абсолютной точности цифр? Да любая цифра ужасна, конечно. Потому что мы должны говорить о том, что группа людей, захватившая власть в стране, повела ее тем курсом, который привел к разрушению. Геноциду привел к разрушению экономики, социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения. И это послужило причиной гибели многих и многих людей. Во всяком случае, дети, которые выходят сегодня на улицы, многие из них не знают, что было в начале 90-х. Они только родились тогда. Красное колесо, запущенное колесо крови реформами молодо-реформаторов прокатилось по всем городам и весям России. О чем здесь спорить? Это очевидно. У нас в Москве Гайдару три памятника. Только у Высоцкого три памятника в Москве. В театре, на бульваре, на могиле. Сталина тоже хоронили десятки тысяч людей. Я не стал бы равнять Сталина и либеральных или псевдолиберальных лидеров России начала 90-х годов, хотя бы по той причине, что Сталин, помимо жутких деяний, которые были совершены в нашей стране и стоили жизни миллионам людей, это правда. Но он внес гигантский вклад в победу страны, и это неоспоримо. И строительство государства. Индустриализацию страны, и это неоспоримо. Создание атомного оружия в стране, и это неоспоримо. А какое движение страны вперед совершили ребята, которые пришли к власти из лабораторий научных и так далее в начале 90-х? Редактор субтитров А.Семкин онす Корректор А.Кулакова Продолжение следует...